Всем свои родные детки нравятся и спасибо за то, что она выступила и показала свое мастерство. Ну а сейчас прыжки на акробатической дорожке в исполнении наших замечательных спортсменок Натальи Рахмановой, Татьяны Данилиной, Александра Гончарова и других акробатов. Вот такие тоже своеобразные показательные выступления демонстрируют свое мастерство в этом виде программы. Вы знаете, я когда смотрю на эту прыжковую акробатику, я просто испытываю огромное удовольствие. Темп, азарт, сложность и вот этот вот бесконечный темп, темп, темп. Думаю, как это они все успевают соображать. Видите, что она сделана? Она двойной сальто прогнувшись, играющий, играющий. А это темповое сальто, темповое, заканчивая двойным согнувшись. Не успеваешь вздохнуть, следующий вылетает. Просто как из катапульты. Я не знаю, вы посмотрите, какая сумасшедшая акробатика и темп. И это здорово-здорово воспринимается зрителями. А вы представляете, вот я сейчас о чем подумал, вот каким авторитетом пользуются у своих сверстников эти ребята и девочки. Вот то, что они умеют, это же, кроме всего прочего, для самоутверждения очень важно. Я считаю так. Вот вы посмотрите, как владеет телом человек. Ведь любой тот, кто не занимается специально, он же встанет со стула и больше, чем пройти или подскочить, он ничего не сумеет. А эти вот что вытворяют? Хотите им вверх взлететь, повернуться вокруг плечей, пожалуйста, вокруг другой оси, пожалуйста. Вот он уже почти падает, заковырялся, а он все равно выкрутился. Это по принципу кошки. И как не бросить, она все равно на лапы придет. Вот что-то такое тоже у меня есть соотношение. Ну, молодцы. Ну, молодцы, конечно, возглавляет эту школу Борис Владимирович Михеев. Я знаю вместе со своей супругой. И, ну, что там говорить, заслуженные тренеры, они уже ни одного чемпиона мира воспитали. К сожалению, этот вид спорта пока не олимпийский. И никак-никак, ну, думается, вот-вот уже назревает, потому что очень высока сложность их упражнений. Зрелищность очень просто колоссальная. А ведь, чтобы попасть на олимпийские игры, нужно быть зрелищным видом спорта. Да, и зрелищным, и сложным. Вот как попал батут, допустим, тот же. Да, да, батут тоже в борьбе себе завоевал место под солнцем. Я хочу сказать, в программе олимпийскую, вошел в олимпийскую семью. Ну, знаете, вот от этого темпа невольно прям даже зритель-то, мне кажется, вздыхается, потому что он вместе с ними не успевает вздохнуть. Ну, совсем шпингалет, небольшой мальчик совершенно. Девчонка, только одни хвостики успевает мотаться там как-то. Вот тебе, вот тебе твист, двойной твист. Ну, вот что он способен делать человеку. Не только в космос летать, но вот так с собой вращаться. Вот сколько их человек я не могу никогда сочетать. Ну, когда уж очень мало их только. А они все бегут, бегут, и все что-то делают, и делают, делают, и делают. Вот этот проломовый мат подкладывается. Ну, прямо скажу я вам, если просто, чтобы помягче подземляться, и совершенно справедливо надо беречь мастеров наших хороших. Надо беречь. Но они спотыкаются иногда, и по причине вот этого матраса, они допускают ошибки. Но сегодня это все прощается, потому что они сегодня артисты. И они очень развеселили аудиторию зрительства. А как? Тут как хотят. Как хотят, так и воротят. Да, фантастическое владение своим телом, замечательное мастерство демонстрируют совсем еще юные гимнасты и уже, конечно, более опытные. Да. Ой-ой-ой, в середине двойной сальто было. И вот двойной сальто, но это фейерверк. Переводить это надо просто успевать. Чуть моргнул глазом, уже не спел, что они сотворили. И вот, по-моему, тройное уже было сальто. Тройное сальто. Посмотрите, я вот чуть-чуть вздохнула и думаю, вот и тройное. Вот девчонка, двойной согнувшей с серединки, разгоняется раз-два, и еще двойной в конце. Если бы подобную акробатику делали гимнасты, а они близки к этому во время своей олимпийской программы, это был успех обеспечен. Молодцы. Молодцы. Видите, какой конец.